И так, теперь делаем разметку под наши отверстия. Намечаем и проверяем. После чего уже начинаем саму сырловку. Теперь все застеливаем. Ну и под конец зимкуем все. Теперь скручиваем две детали для дальнейшей обработки. И так, продолжаем наше творчество. Сейчас у нас получается, что нужно сделать следующее. Нам нужно сделать вот этот вот пропильчик, который должен цеплять две части фанеры. И доходить, по крайней мере, полностью пропиливать до этого отверстия. Вот, фанера у нас 24-ая, то есть выставляем сейчас на 22 миллиметра наш пильный диск. Вот, высота у нас получается здесь. Выставляем 40-45 миллиметров. Выставляем здесь 45 миллиметров, чтобы диск заходил на круг. Ну и, в принципе, пробуем, что у нас получится. Итак, пропил у нас получился. Зацепили две фанеры, чтобы между ними совершенно проходила свобода наш электрос. И теперь всю вот эту кучку делаем по этому же принципу. Итак, теперь у нас, наверное, один из самых сложных технологических процессов. Это покраска внутренней части после нашего пропила и после нашей фрезеровки. Вот, то есть нам надо каждую часть вот так раскрутить. И вот эту внутреннюю часть защитить от ваги, которая в дальнейшем непременно сюда будет попадать. Обычно я использую, как правило, вот такой вот хренотень, Акватекс называется. Вот, цвет использую, цвет использую, плесандр. Вот, также использую. Вот такой порыто, валик и кисточку для прохождения непосредственно внутренней, куда валик не попадает. Процесс нудный, длительный, но я бы сказал, что он не тот-сладим. Смотрел, как бы у других производителей, у некоторых ППБшки не обходят стороной вот этот процесс. Воспредство чего фанера может внутри просто немножко информируется, происходить различные зажатия. Вот, и т.д., и т.д., и т.д. То есть каждую штучку мы берем, раскручиваем, и после чего скручиваем обратно. Пока есть рекламная маленькая пауза. Могу сказать, что сегодня 23 февраля. Всех мужчин, мужиков, служивших, ну, наверное, не служивших тоже, но вот, детей, пацанов, которые нали поздно станут защитниками Отечества, я поздравляю с 23 февраля. Это отличный праздник, вот, который действительно достойен уважения у каждого. Потому что так или иначе в семье были всегда военные, которые каким-то боком относились к службе. Вот, у кого вторая мировая, у кого еще раньше. Ну, в каждой семье, каждую семью это дело коснулось. Поэтому День защитников Отечества, вот, это один из тех дней, которые действительно заслуживают уже уважения в нашей жизни у каждого человека. С праздником вас всех! Мужества, терпения, радости в жизни. Спасибо. Едем дальше. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...